Главное, что она снимала картины художественные, и это, насколько я понимаю, это первый опыт. Что это такое? На самом деле, сегодняшняя картина – интересная жизнь. «Exciting Life» как называется? «Интересная жизнь». «Интересная жизнь», да. Нет, «Interesting» и «Exciting» – это немножко разное по-английски. Так вот, слово «exciting» – оно наиболее правильно и полно выражает то, что мы сегодня увидим. Кто знает, кто не знает, некоторое время назад появился такой термин, я просто не знаю, я не киновер, я всегда говорю. «Жанр-стиль», я не знаю, «Mockumentary» – это гибрид или как там назвать, даже нет, коллаборация, сейчас модное слово, документальное кино, художественное кино. Это с одной стороны. Я понимаю, да. Он появился давно, если ты помнишь, фильм такой был в Удиале на «Зелек». Если может быть кто-то помнит. Я могу еще, да, сказать, про Деда Мороза, где там играет «Плохой Санты» или что-то еще нет. Короче, это смысл в том, что есть история документальная. Люди не всегда знают, что их снимают, или знают, что их снимают, не понимают, что это художественное кино. Есть история, прописанная сценария, да? Прописанная. Которая… Играют актеры. Я думаю, что мы еще об этом поговорим, сегодня у нас будет главный герой, Алексей Юбников, это артист, который исполнил роль Алексея Юбникова, актера театра кино в этой картине. Я не знаю, а если ты хочешь что-то сказать предваряющего, что это такое, для того, чтобы… Ты уже все сказал. Да. Слушай, а что тут понять? Я не знаю, а что понять? Короче говоря… Да, ребята, я что хочу сказать. То, что сейчас вы посмотрите, это, в общем-то, не то, что вы, как бы, обычно привыкли понимать, вот, как бы, игровой художественный фильм. Это такая история, которая произошла в реальности, и, в общем, изначально мы задумывались снимать документальный фильм. Даже получили деньги в Министерстве культуры на документальный фильм. А скажите, а кому-нибудь что-нибудь известно вообще о кинопоме в Якутии? Вы знаете, что в Якутии снимается 50 фильмов в год? Это уже на протяжении 7 лет происходит. Там очень, как-то вдруг возник этот желание у людей снимать кино своими силами. Изначально они просто вкладывали свои деньги в фильмы. И там есть такой фокус, что якутам вообще, в принципе, интересно смотреть то про самих себя. И как у них неинтересно вот эти все наши пресловутые голливудские фильмы, или там какие-нибудь российские фильмы, даже «Горько». Там проходят с гораздо... Даже «Горько», господа, даже «Горько». Ну, «Горько» — это лидер, в общем-то... Это просто лидер. Это лидер проката. Но в Якутии он проходит не с таким большим успехом, как в России. А им интересно смотреть фильмы про самих себя. И вот меня эта тема как-то очень задела. Я все время думаю, а почему же мы неинтересны сами себе? И почему бы нам не возродило нас что-таки не фотограф, когда мы были раньше интересны сами себе? В общем, короче говоря, возбудившись этими идеями и небольшим, значит, капиталом, мы отправились в Якутию с творческой группой на разведку такую. Ну, и, в общем, когда мы туда приехали, мы поняли, что никакого документального кино мы там не снимем так быстро. И потому что это вообще отдельный мир на Якутии. Это отдельное пространство, оно очень фантастическое, загадочное. И, в общем-то, фильм у нас получился в жанре магического реализма. Я не буду долго у вас это самое... Нет, ты будешь долго, но потом. Да, потом, да, я с удовольствием отвечу на ваши все вопросы, если они будут. Вот, премьера состоялась в Бразилии, в городе Лио-де-Жанейро, совершенно на другом конце земли. И надо сказать, что он объехал, ну, много, в общем, стран. И в России он был показан во многих местах. И каждый раз я смотрю разные фильмы. Это в зависимости от аудитории. Конечно. Аня, ну скажи, сколько фестивалей? Больше 20 фестивалей. Ну, да, но он проехал много фестивалей. 11 призов российских и международных. Это призы к фестивалям серьезных? Ну, это ничего не значит. Когда была премьера в Доме кино, пришло полторы тысячи человек. Он представлял Мережко. Вот, РЧС вызвали, понимаете? Представлял Мережко и говорит, Аня, ты что устроила вообще? Я в последний раз видела на Михалкове столько народа. Ну, когда фильм начался, там было очень много этих самых бабок Дома кино, если вам кому-то это известно. Злобные бабки Дома кино. А у нас в фойе была презентация такая, и вино раздавали. Вот они выпили вина, сели смотреть этот фильм. А он, ну, как бы не то, что его нужно... Если вы вот расслабитесь... Роман! Чур! Если вы вот расслабитесь и просто попытаетесь войти в атмосферу этого фильма, то тогда вам откроется что-то неизведанное, то, что, в общем-то, я и хотела заложить, чтобы, как бы, поехав изучать якутский кирматограф, мы изучили и, как бы, открыли феномен Якутии как таковой. В общем, это какое-то необычное, загадочное место, которое, собственно, повлияло на нас и на нашего героя. Вот. В общем, эти злобные бабки, увидев, что что-то это такое, как бы, не соответствовало их ожиданию, они начали, еще они были уже подвыпивши, и они начали сваливать постепенно переницей. Там сидела одна журналистка, которая чем-то им напомнила меня. И она мне потом рассказывала, что одна бабка, проходя мимо, значит, этой журналистки, сказала ей, ну и хуйню ты сняла. Так что, ну, как право, как сказал Миша Сигал, это такое, в общем-то, хинди-кино. Хинди-кино. Там все герои, они играют сами себя. Там есть, конечно, взгляд со стороны на все это. Я попыталась осмысливать, как бы, мне, не побоюсь этого слова, юмор, осмыслить всю эту ситуацию. Нет, не бойся, что у тебя есть, где, все, впрочем, это юмор. Красота, это вам дающий юмор. Так что вы расслабьтесь. Может, вам покажется изначально скучно, но потом вам будет весело, это точно. Я предлагаю начать, вот, и потом, если будет желание, можно будет пообщаться.